Квартира моя находилась, вот сейчас можно видеть холодильник, который без двери. Это наша кухня, это часть кухни, и больше нет этой квартиры. Этот день, он в моей памяти, он останется надолго с теми мельчайшими подробностями. День начался, как обычно, это субботнее утро, мы собираемся с нашей семьей, мы собираемся все в церковь. Мы проживали, я, моя жена, двое наших детей, жена моя беременна на седьмом месяце, и также моя мама, которой 73 года. Но в это утро моя мама говорит, я не поеду с вами, так как ночью было высокое давление, я себя плохо чувствую. Когда закончилось служение, я должен был ехать в другую часть Днепра, чтобы забрать там детские подарки, которые на следующий день я должен был отвезти в Донецкую область, я также являюсь волонтером. Но что-то в церкви, кто-то меня отвлек, я опять отвлекся, и уже было 15, ну больше трех часов уже было. Вот, и я тогда решил позвонить, прежде чем ехать, решил позвонить. Я набрал маму, она хочет мне рассказать какие-то детали. Помню, она сказала, что Господь ей ночью явился и сказал, что сегодня Он ее заберет к себе. Вот, я говорю, мамуль, ну с давлением ты будешь еще жить долго, счастлив. И потом в какой-то момент я слышал, как будто падает трубка, и пошел длинный гудок. Я знал, что сегодня будут, ну, уже повестили, что будет ракетная атака со стороны России. Вот в 15.39 я набираю, не отвечает. Пять раз я еще попытался набирать, не отвечает. И потом, через, ну, через пять секунд я услышал, как дошел звук взрыва. Где-то через 10 минут мне позвонил хозяин квартиры, у которого мы арендовали жилье. И он сказал, это ваш подъезд, это ваша квартира. Когда я подъезжал к дому, это был ужас. Все было в дыму, в гаре. Когда я подбежал к дому, на километр были разбросаны стекла, обломки жилья. Сейчас это жилье нам предоставили временно, потому что в тот день многие звонили и предлагали. Моя мама, она пример для меня. Она сама, вот, с двух лет, она воспитывала меня и брата, вырастила, вот, она всю жизнь посвятила нам. Также она 27 лет проработала воспитателем в детском саду. Того, что я ехал в Морхо познавать те тела, которые уже находили, но среди них мамы не было. Потом я ехал на место происшествия в надежде, что, может, сейчас найду. Тело моей мамы так и не нашли. Я думаю, это уже, это знает об этом уже весь мир. О той агрессии, которая началась от государства России. Как мой племянник сказал, они пришли сражаться сюда с фашистами, но в итоге они сражаются с нашими бабушками, с нашими детьми. Я находился в Одессе, подчас того, как это случилось. Побачил в социальных мережах фотографию зруйнованного от дома. Одразу перелякался и начал писать Романовой и его семье. Пересвитчивался, что они прочитали смс, и увидел, что они живы просто, потому что они прочитали его в чате. Я начал заниматься своими делами, а за полчаса мне подзвонила моя мать, тоже из Одессы, и начала кричать в трубку, что кто-то помер. Просто Данил, она умерла. Данила умерла, Данила его убила. Я не мог понять, про что я говорю, потому что какая была вероятность в том, что именно у квартиры, у окна моей бабушки влучшается ракета. На страниках газет, на страниках журналов смерть людей и количество погибших, количество раненых – это лишь цифры. Это просто литры, это цифры, это какие-то данные. Но за каждой из этих цифр, за каждой из статей, тысячи и десятки тысяч людских долей.